По сложившейся традиции попытаюсь заинтриговать наших зрителей и скажу, что в конце передачи я расскажу о том, что велика вероятность того, что в Уфе на 42% вырастет плата за отопление для определенных категорий жителей, и чем нам это грозит, и вообще, как это могло такое получиться. Ровно 30 дней город Уфа живет без мэра, и этот вопрос, конечно, не может отходить никак на второй план. Мы очень внимательно наблюдаем за движениями, которые происходят вокруг пустующего кресла мэра Уфы, и вот на минувшей неделе эти движения, в общем-то, оформились в определенное решение. С вероятностью в 99% я сейчас могу утверждать, что следующим и новым мэром города Уфы будет Сергей Николаевич Греков. До селя никому неизвестный предприниматель из Ишимбая, впрочем, предприниматель, наверное, самый крупный в городе Ишимбая, там он известен каждому, в Уфе про него слышали немногие. Уже несколько дней, как собирается аккумулироваться информация о том, кто же такой Греков, чем он известен, кроме того, что он земляк ради Хабирова, в общем-то, там довольно немного информации. Сергей Николаевич прошел довольно длинный и извилистый путь в бизнесе и в работе в определенных структурах, связанных и с газоснабжающими организациями и прочими. В последнее время он вел многообразный бизнес в Ишимбая и был аффилирован с хлебозаводом, с еще крупными какими-то предприятиями, был и является совладельцем и владельцем многих-многих юридических лиц. В общем, пора, пожалуй, уже порассуждать, насколько положительно или отрицательно скажется назначение господина Грекова на пост мэра города Уфы. Так как на данный момент мы не можем судить объективно о фигуре Грекова, потому что имеем пока недостаточной информации и только-только ее начали собирать, то можем рассуждать только эмпирически, пытаясь предположить, каким образом может, например, его жизненный и трудовой путь сказаться на манере и способе управления городом Уфой, который он применит, став мэром. Ну, собственно, здесь я, наверное, не буду оригинален, если предположу, что опыт работы в реальном секторе в бизнесе для человека, в принципе, положителен, и он наверняка в определенной степени будет переносить свой опыт на работу в мэрии. С другой стороны, Сергей Николаевич не имеет опыта управления крупными структурами с социальными всевозможными функциями. Я имею в виду все-таки, что управлять городом – это не то же самое, что управлять даже крупной компанией. Хотя есть определенные, конечно, схожести, но здесь очень много различий, очень много нюансов, которых нет в бизнесе. Вот здесь вот, конечно, господину Грекову придется нелегко в том плане, что ему придется срочно либо осваивать самому определенные функции, либо безошибочно набирать команду, а это тоже в нынешние времена очень непросто. Учитывая то, что команда нынешняя, которая осталась в мэрии – это весьма своеобразный и зачастую негативный коллектив, который в определенном смысле нужно разгонять практически наполовину, если не больше. В частности, я говорю и о пресс-службе мэрии, и о многих других позициях, которые никого никогда не устраивали с точки зрения качества и формы исполнения. Вот здесь, конечно, Грекову придется нелегко, ему придется очень быстро и очень тщательно почистить вот эту сферу. Благо, что статус вновь приходящего на должность дает определенный карт-бланш, в том смысле, что он никому ничем не обязан и может разобраться со всякими байдавлетами и прочими товарищами, которым не место на их постах, достаточно спокойно, без всяких нарушений и обязательств. Посмотрим. Положительным можно считать и возраст, и опыт этого наиболее вероятного кандидата. Тут, в принципе, определенные перспективы появляются в плане того, что человек еще не устал, условно говоря, работать на этих должностях, у него еще не появилось вот этого какого-то налета медного купороса, в плане того, что он не прошел какого-то длинного-длинного пути, не преодолел вот эти цепочки и ступеньки карьерного роста. Иногда это бывает очень неплохо. В общем, будем наблюдать за ситуацией с назначением нового мэра внимательно, будем прислушиваться к тому, что нам расскажет в первый раз и в первую очередь господин Греков. В общем, УФУ ждет новый этап и новое веха развития. Определенно Башкирия – аномальная зона. В последнее время я чаще и чаще замечаю такой момент, что как только у нас что-нибудь сделается, объявится или спланируется, это сразу же отменяется каким-либо федеральным решением, либо перекрывается какой-то глобальной общестрановой инициативой. Ну, в общем, речь сейчас пойдет об этом пресловутом ситуационном центре. Помните, да, как пару недель назад с помпой было объявлено, что в конгресс-холле расставили столы, посадили туда девушек с телефонами, и теперь это будет спасением от пандемии. В плане того, что граждане, которые уже отчаялись дозвониться до скорой помощи или до врача в поликлинику, а это происходит уже давно, теперь свободно будут дозваниваться до этого ситуационного центра, и у них все будет хорошо. Ну, впрочем, за две недели хорошо не стало. По отчетам госпожи Утяшевой, звонит туда меньше одного человека в час на каждого оператора. В общем, конечно, там все не здорово, но вчера пришла новость, которая, в общем-то, отменяет необходимость вот этого ситуационного центра. Его можно срочно закрывать и освобождать помещение для более целесообразного использования. И я говорю о том, что вчера заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко объявил о создании определенного сервиса регионального единого номера по ковидной тематике. Этот номер будет работать во всех регионах и будет работать бесперебойно. Соответственно, значит, ну, вот эта функция ковидного центра, нашего ситуационного центра, будет только препятствовать вот этой федеральной функции. И очевидно, что ситуационный центр больше теперь никому не нужен. Ну, казалось бы, ладно, да, что уж там, но ведь говорит это все о том, что, во-первых, отсутствует какая-либо координация между башкирскими властями и федеральными, потому что, ну, создание этой единой линии вот этого сервиса наверняка, во-первых, не держалось в тайне, а во-вторых, не произошло в течение, там, суток или двух. Соответственно, достаточно было понимать, чем занимаются федералы, чтобы здесь не платить сущности и не тратить зря деньги понапрасну на всевозможные вот эти вот громкие премьеры, потому что не столько люди звонили в этот ситуационный центр, сколько туда без конца ездили чиновники, включая самого Хабирова, которые, значит, похлопывали по плечу и сообщали о том, что все это чудесным образом улучшает нашу жизнь. В общем, вот теперь вот эта штука вся не нужна, и посмотрим, как будут все это дело обставлять в плане того, что, ну, либо мы будем дублировать федеральные функции, что на самом деле не очень хорошо и зачастую приведет к конфликтам, либо мы будем вынуждены закрыть этот ситуационный центр и сэкономить некоторое количество денег. Несмотря на острое желание властей замять историю с БСК, тема о перераспределении активов башкирской содовой компании никак не уходит с повестки дня. Очень внимательно, по крайней мере, пресса следит за этой темой и освещает ее. На предыдущей неделе состоялись очередные судебные действия, и в очередной раз суд был отложен до 4 декабря 2020 года. Может быть, не всем было заметно, но вокруг ситуации с БСК начинаются изменения. Во-первых, в определенном смысле прояснилась позиция государства в отношении миноритарных акционеров, частных лиц вот этой большой троицы, товарищей, которые живут пока за рубежом и не спешат сюда вернуться, государство прозрачно намекнуло о том, что к ним никаких претензий нет, и парни-то они вообще-то отличные. Из этого будет, наверное, проистекать и дальнейший модус операнди в отношении пакета акций БСК, которые принадлежат вот этим частным лицам. Вообще, намечается схема такая, что федералы заберут себе все, но у частных акционеров акции будут выкуплены. Вот это очень важный момент. Пока это предположение, но оно все более и более становится реальным. Конечно, много вопросов, по какой цене будут выкупать, в каком порядке будут оценивать акции вот на данный момент, потому что колебания цен, условно говоря, от 2013 года к нынешнему году, с учетом того, что случилось в этих вот предприятиях, ну, они огромные, эти колебания. Есть еще версия о том, что государство возьмется компенсировать акционерам, владельцам крупных пакетов акций Башкирской содовой компании, вложения, которые были совершены в предприятия. Ну, тут тоже очень сложно оценивать. Но главное, о чем идет речь, это то, что их не будут считать преступниками, расхитителями государственной собственности, и в определенном смысле выкупят у них акции. Что же будет с акциями дальше? А тут будет смешно. Дело в том, что на самом первом этапе планируется предложить выкуп акций из бюджета региона. И вот тут, как говорится, собака зарыта. В том смысле, что вот все наши разговоры о том, что же останется у Башкирии, вот напомню, что на данный момент Башкирия владела и владеет все еще до июра, там, порядка 32% акций Башкирской содовой компании. Останутся ли в таком же количестве акции у Башкирии, станет их больше или меньше, или отнимут их вовсе? Вот об этом все время шли разговоры. Так вот, судя по всему, намечается такая схемка. Башкирскому бюджету и Республике Башкортостан будет предложено выкупить пакеты акций вот у этих разных частных лиц. Вообще, конечно, это абсолютно грабительская схема, такая в стиле таких 90-х рейдерских захватов. Значит, все отобрали, а теперь мы вам разрешаем у нас это все купить. В общем, конечно, будет забавно. Но, повторюсь, ключевым является то, что определились, государство определилось с отношением к частным собственникам. Их не будут считать рейдерами, расхитителями и вообще преступниками. Ну, собственно, видимо, там где-то в Центральной, Западной или какой там Европе, где они проживают, там ощутимо громко выдохнули эти ребята. Ну, кроме всего прочего, в истории с БСК на этой неделе я отмечу странное поведение генерального директора башкирской содовой компании. Я имею в виду его пост в социальных сетях, где он с каким-то очень странным, необъяснимо интенсивным пафосом рассказывает, опять возобновляет свои воспоминания о вот этой истории на горе от 16 августа. И прозвучало в его описании какие-то трагические детали о том, что сотни работников БСК, отправившись на гору ночью с 15 на 16 августа, пострадали. Счет шел на десятки переломанных ребер, пробитых черепов. Какая-то вот такая вот билиберда. То есть, собственно, 17 защитников вот этого лагеря умудрились в кромешной темноте избить и нанести чашки и телесные повреждения сотням работникам БСК, которые ночью что-то делали на горе. То есть, у Эдуарда Давыдова, очевидно, случился какой-то срыв. В том смысле, что в здравом уме, наверное, подобный текст размещать в открытом пространстве не стоило бы. В общем, конечно, вот здесь совершенно для меня без ответа вот эта ситуация. Зачем нужно было размещать этот пост? Ну, не знаю, то ли кому-то надо было показаться кем-то, то ли нужно было что-то там подтвердить, но опять зашла речь о тяжелых многочисленных потерях коллектива башкирской содовой компании в битве на горе Куштау. Я продолжаю благодарить наших зрителей за такое интенсивное, хорошее участие в жизни нашей. Продолжаю призывать всех, кто смотрит наш канал, ставить лайки. Напоминаю о том, что лайки – это анонимно, бесплатно и очень важно для нашего канала с точки зрения его продвижения на YouTube. В минувшую среду 25 ноября завершился судебный процесс над бывшим вице-премьером правительства Республики Башкортостан Евгением Гуревым. Кировский районный суд города Уфы вчистую полностью оправдал Евгения Александровича Гурева, признав отсутствие факта события преступления в том, что было предъявлено Гуреву в процессе следствия судебного разбирательства. Приговор этот вызвал, на мой взгляд, абсолютно неадекватную реакцию в медийном пространстве. Начался какой-то гул, шум, гам и причитание с похлопыванием себя по бокам. Особенно странно мне было наблюдать все высказывания и размышления вкупе с тем, что высказывавшие свое мнение не потрудились даже разобраться, о чем шла речь на этом судебном процессе. Издание Уфа-1 и вовсе считает, что вслед за Гуревым на пост министра земельных и имущественных отношений пришла мадам Полянская, а это на самом деле не так. Ну, какой-то чудовищный абсолютный уровень некомпетентности проявили комментаторы, но зато всем захотелось высказаться. В том числе, например, и юристам. Вот там Рафик Дусалиев, рискуя утратить статус адвоката, обсуждал в открытом пространстве решение суда, в котором он не принимал участие, а это является, кстати говоря, поводом для лишения статуса адвоката. Ну и так далее, и так далее. Все посчитали своим долгом обязательно высказаться на эту тему. Вообще, конечно, очень странно. Если честно, то решение суда, вот в моем представлении, это единственное правильное решение, которое могло быть в этом деле. И в отличие от всяких Рафиков и прочих Уфа-1.ру, я достаточно досконально и вот на протяжении этих 20 месяцев постоянно следил и разбирался в сущности этого дела, знаю, в чем обвиняли Гурева, знаю, в чем была концепция следствия. Следствие, напомню, что следствие выдвинуло такую концепцию, если упростить и не вдаваться в детали, то примерно так. Министерство земельных и имущественных отношений продает какому-то коммерсанту участок земли. Через какое-то время, через несколько лет, собственно, этот коммерсант продает этот участок земли третьему лицу, несколько дороже, чем он его купил. И вот эта разница следствием была трактована как ущерб государству. Ну, то есть, на самом деле, следуя подобной логике, нужно сразу же немедленно сейчас арестовать всех продавцов магнитов, пятерочек и прочих перекрестков, потому что они, ну, собственно, продают дороже, чем купили. То есть, как любая торговля этим занимается, в одном месте купил подешевле, в другом продал подороже. И вот, собственно, примерно на этом принципе было построено обвинение. Слава Богу, Кировский суд, вникнув в эту ситуацию, не быстро, правда, но разобрался с тем, что это совершенно абсурдная история, постепенно отметая по одному вот эти эпизоды, а было их три, приняли абсолютно взвешенное решение. Я рассчитываю и думаю о том, что было бы правильно, если бы это решение устояло и в Верховном суде, а прокуратура, безусловно, опротестует и подаст в апелляцию, ну, так уж положено. Соответственно, вот и все. Единственное, останется вопрос в том, что будет ли выдвигать Гурев претензии к следствию, которое, собственно, ну, арестовало его и продержало в застенках там достаточно длинный период и, в общем-то, лишало свободы самым разнообразным способом, начиная от заключения под стражу и заканчивая домашним арестом, или не будет Гурев предъявлять этих претензий в адрес следствия. Но это уже, как говорится, его ума дело и ему решать. На минувшей неделе появилась новость о том, что Федеральная антимонопольная служба усомнилась в правильности выделения земельных участков строительной компании «Садовое кольцо» и начинается некий процесс по опротестованию вот этих решений. И речь идет о том самом пресловутом участке в 4,3 гектара, которую «Садовое кольцо» получает якобы в компенсацию за то, что «Садовое кольцо» берет на себя проблемы, недостроив компании «Госстрой», которая ранее принадлежала господину Бадикову, и заселив, наконец, несчастных обманутых дольщиков в их квартиры, компания «Садовое кольцо» понесет определенные убытки, и вот эти убытки должны были быть компенсированы с помощью выдачи вот этого участка земли. Ну, казалось бы, схема в принципе нормальная, однако чиновники города Уфы и Белого дома, напомню, что из Белого дома самым пристальным образом наблюдали за этой картиной, за этими процессами и, в общем-то, поторапливали чиновников городской мэрии, наделали эти все ребята вместе очень много ошибок, судя по заявлению ФАС и многих других органов, и велика вероятность того, что сделка с «Садовым кольцом» будет расторгнута, а значит, что дольщики компании «Госстрой» потеряют ближайшую перспективу на компенсацию и на решение своих проблем. Ну, то есть, конечно, здесь ситуация такая двоякая. С одной стороны, но нельзя раздавать, кому попало, и в упрощенной форме, такие замечательные лакомые земельные участки, а с другой стороны, надо решать проблему обманутых дольщиков. Тут, как говорится, два полюса, два мира и два шапира. Дольщики, конечно, будут против, а те, кто считают, что нельзя раздавать землю просто так, конечно, будут за. Ну, посмотрим, что будет происходить. В любом случае, здесь властям нужно обратить на это внимание. И, возвращаясь к началу нашей передачи, к назначению нового мэра, я хочу здесь заметить, что действительно полезно было бы сейчас, наконец-то уже, заиметь городу Уфе этого мэра, потому что нужна голова, а не только руки без головы. У нас сейчас пока наша мэрия – это какая-то курица без головы, бегущая по двору и не понимающая, куда она бежит. В общем, срочно нужен мэр, который вот эти вопросы начнет решать. В последнее время мы много упоминаем и рассуждаем о ситуации вокруг оплаты за тепло в городе Уфе и в республике Башкортостан. И вот на прошедшей неделе, по моей просьбе, эксперты сделали расчет, сравнительный анализ того, как меняла схема по определению платы за отопление многоквартирных домов. И получился очень неожиданный вывод, причем вывод печальный. На самом деле, та инициатива, которую проявило движение СтопБашРТС, в конечном итоге приведшая к отмене 479-го постановления, вернее, его части, в части внесения вот этого коэффициента 1,5, так вот, эта инициатива, это решение вызвало неожиданную реакцию, неожиданный результат. Выясняется, что с 1 января 2021 года жители, проживающие в домах, не оборудованных общедомовым счетчиком тепла, будут платить за отопление на 42% больше, чем платили в 2020 году. Вот такая вот достаточно абсурдная получается ситуация. СтопБашРТС добивалась снижения стоимости отопления, в итоге отопление подорожает на 42%. Это, конечно, еще не свершившийся факт, но об этом говорят те методики расчетов, которые мне представили эксперты. Обозрев изменения в расчетах по стоимости отопления, начиная с 2012 года и заканчивая 2020 годом, за эти 8 лет произошли некие изменения в методиках расчетов, и начиная с достаточно простой формулы, которая состояла буквально из 4 переменных, мы пришли к очень сложной схеме расчета, где суммируются затраты на отопление нежилых общедомовых помещений и прочего. В конечном итоге мы видим, что на примере расчета, скажем, на типовую 36-метровую квартиру, мы видим, что отопление возрастет в сумме от примерно 689 рублей до 1399 рублей за одну и ту же площадь в одном и том же доме при прочих равных условиях. Как дальше все это будет обстоять, и как будет меняться отопление, вернее, плата за это отопление, мы, конечно, предсказать не можем, но, повторюсь, вот то, что мне представили эксперты, вот эти расчеты, это на самом деле абсолютно обоснованные с точки зрения нынешнего законодательства расчеты, и мы приходим к такому неожиданному и весьма печальному выводу, что деятельность вот этих всех активистов вольно или невольно, тут я уже не могу утверждать как бы однозначно, но привела к тому, что в перспективе с 1 января стоимость отопления для домов без счетчиков резко возрастет. В Уфе, только в Уфе, примерно 1700 домов многоквартирных, которых нет этих счетчиков. Вообще, по Башкирии этих домов очень много, и, кстати говоря, в малых городах процент домов, не оборудованных вот этими теплощетчиками, значительно выше, чем в Уфе, и, соответственно, очень большое количество людей может пострадать в плане дополнительных выплат за отопление. Кроме всего прочего, надо отметить, что вот особенно в старых малоэтажных многоквартирных домах, я имею в виду вот эти бараки, полубараки и прочее, значит, устаревшее жилье, проживает наиболее бедная часть населения, наименее обеспеченная, соответственно, наименее платежеспособная. То есть мы здесь наблюдаем картину того, что на самые бедные слои населения упадет как бы большая нагрузка. То есть, условно говоря, жители двухэтажных бараков в Черниковке будут платить еще больше, и их плата за тепло вырастет. А вот жители, например, элитного комплекса «Аристократ» на улице Ленина, в принципе, обладая всей положенной современной инфраструктурой учета тепла, будут платить какую-то обоснованную плату. В общем, конечно, все это носит характер очень серьезной социальной несправедливости. И что с этим делать, тут надо очень крепко задуматься. На самом деле, по-моему, хватит ходить уже с плакатами. Ну вот, я многократно говорил о том, что движение «Стоп Баш РТС» наносит в определенном смысле деструктивный характер, хотя бы потому, что оно аффилировано с господином Бардановым, который неустанно направляет действия этих активистов. Мы уже публиковали фотографии с совещания, где они там сидят и определяют тактику и стратегию своего движения. В этом совещании участвуют и Барданов в том числе. Соответственно, о чем тут говорить? Все, что исходит из этого товарища, все в конечном итоге приводит к какому-то негативному явлению для жителей. Так вот, что же делать? На самом деле, по-моему, пора остановиться, пора прекращать припираться, садиться за какой-то круглый стол. Я полагаю, что было бы целесообразно сформировать какую-то рабочую группу, экспертную группу, все что угодно. Но обязательно при участии и ресурсоснабжающих организаций, и определенного числа людей, которые представляют социум города Уфы, хотя бы, чтобы прийти к какому-то решению. Я абсолютно уверен в том, что и у Баш-РТС, и у его условного конкурента, обращаю внимание на слово условного, потому что на самом деле структура поставки тепла в Уфе носит абсолютно монопольный характер. Так вот, у этих поставщиков, конечно же, есть определенные резервы. И нужно очень внимательно посмотреть на эти резервы, чтобы перераспределить взимаемые платы внутри очень разных социальных групп и очень разных по качеству многоквартирных домов, так, чтобы не пострадали самые беднейшие слои населения. Особенно, конечно, на эти 42%. То есть, если плата за отопление вырастет на 42%, то в определенном смысле это будет катастрофа. В общем, конечно, мы подошли к определенному этапу, к определенному рубежу в этой ситуации, за которым, наверное, уже нет места конфронтации, и нужно садиться и решать. Иначе мы свалимся в какую-то уже конкретную войну, которая, как обычно, не несет никаких конструктивных результатов, а несет только разрушение.